МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости 24 на телеканале ННТ в студии Махач Курбанов. Перед началом выпуска короткий анонс о том, что вы увидите сегодня. В Дагестанском государственном медицинском университете торжественно открыт музей истории. Синоптики рассказали, какой будет погода в России предстоящей зимой, опровергнув прогнозы о сильных морозах. Наши спортсмены готовятся к чемпионату по плаванию. Как тренируются дагестанцы в непривычном для республики виде спорта, узнаете в материале наших коллег. Накануне в здании биологического корпуса Дагестанского государственного медицинского университета состоялась церемония открытия музея истории ДГМУ. Открытие проходило в рамках торжественных мероприятий по празднованию 85-летия со дня основания медицинского вуза. В вступительной речи ректор Дагестанского государственного медицинского университета Сулейман Мамаев подчеркнул, что это торжественное историческое событие. Мы на этой неделе празднуем юбилей – 85 лет основания вуза, в течение которых каждая кафедра собирала свой материал, свои экспонаты, хранили информацию о людях, стоявших у истоков каждой кафедры, каждого структурного подразделения. Но не было такого объединенного единого места, где должна храниться у нас и история, и настоящее, и будущее вуза. Главная задача музея – собрать, хранить и пропагандировать лучшие достижения наших преподавателей, студентов, наших выпускников, достижения в учебе, науке, творчестве, спорте. Поздравить с таким замечательным событием в вузе приехал и министр здравоохранения Танка Ибрагимов, который сказал, что подавляющее большинство работающих в практическом здравоохранении – выпускники нашего университета. Даргинцы – один из крупнейших народов Дагестана, с многовековой культурой и традициями. Но, как и все народы республики, они имеют проблемы с сохранением своего языка. На филологическом факультете ДГУ прошел республиканский форум «Даргинский язык» в состоянии проблемы и перспективы изучения. В мероприятии приняли участие политические и общественные деятели и представители интеллигенции даргинского народа. Проблемы изучения родного языка в школах Дагестана актуальны уже не первый год. В связи с множеством негативных факторов родные языки в скором времени могут уйти в небытие, а значит, возможны и потери всей национальной культуры. Подобные мероприятия направлены на изучение проблем и нахождение способов решения этой проблемы. Мероприятие очень важное, нужное, тем более мы его приурочили к новому празднику, который у нас есть в республике. 21 октября с прошлого года, с 2016 года, у нас в республике отвечает День дагестанской культуры и языков. Министр по национальной политике республики Дагестан Татьяна Гамали отметила, что у даргинцев развитая литература, театральное искусство, средства массовой информации и научная деятельность. Но все это окажется напрасным, если не найдутся те, кто будет интересоваться родным языком и болеть за него всей душой. Всегда должны быть люди, которые хотят смотреть этот спектакль на родном языке, которые хотят читать газету на родном языке, которые с утра при хорошем настроении повторяют стихи любимого поэта на родном языке. Вот если будут такие люди, именно носители языка, любящие, поддерживающие, передающие свой родной язык своим детям и внукам, тогда нашим языкам, большим и малым языкам нашей республики ничего не угрожает. По проведенным исследованиям Дагестанского научного центра Российской академии наук, 92% школьников в городах республики не владеют литературным родным языком. В школах сокращены часы преподавания родного языка детям, а по телевидению передачи на национальных языках показывают только раз в неделю. По мнению доктора филологических наук Магомеда Магомедова, задача всех носителей дагестанских языков, в частности родителей, донести до подрастающего поколения важность изучения родного языка. Преподавание родных языков количество часов уменьшилось за последние 10 лет. В два раза по сравнению с Татарстаном. Ну, вроде бы национальная республика, многоязычная республика. Вот почему возникают эти проблемы. Третья проблема – это отсутствие литературы на национальных языках. Практически сейчас, уже последние 5-6 лет, не издана ни одна книга на национальных языках. Я имею в виду школьные учебники. Хочу выразить огромное благодарность Мостазиру Холдатаевичу за то, что поддерживаете тех студентов, которые обучаются на русско-дагестанских отделениях. Закончилось мероприятие праздничным концертом. Песни на даргинском языке исполнили артисты дагестанской эстрады. Абдулла Алифнур, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. В стране запустили в оборот купюры в 200 и 2000 рублей. Банкнот такого номинала еще не было. Их решили ввести для удобства размена. Такое заявление сделала глава Центробанка Эльвира Набиулина. Однако не все россияне оценили новинку. Подробнее материали Гамзата Нурмагомедова. Массовый ввод таких купюр запланирован на декабрь. На первой банкноте изображены виды Крыма, на второй – Владивостока. Глава Центробанка заверила, что на инфляцию выпуск банкнот не повлияет. Когда мы приняли решение выпускать купюры данного номинала, мы как раз исходили из того, что мы переходим в систему с низкой инфляцией. И обычно купюры такого номинального ряда, кратные 1, 2, 5, существуют в странах с низкой инфляцией, с относительно низкой инфляцией. И на самом деле так и произошло. У нас инфляция, вы видите, она снизилась и уже ниже 4%. Сам по себе номинал никакую инфляцию разогнать не в состоянии и не может. Одной из возможных последствий сократится использование купюр других номиналов в 100 и в 1000 рублей. Когда мы проанализировали, вот именно в количествах банкнот, которые выпускаются, у нас больше всего потребность в тысячных купюрах и затем в 100-рублевых купюрах. Это показывает, что не хватало промежуточного номинала 200 рублей и 2000 рублей. Тоже было одной из причин, почему мы сочли необходимым выпускать этот номинал. Интернет-пользователи по-разному отреагировали на эту новость. Некоторые утверждают, что это симптом бешеной инфляции в России. Поэтому Центробанк выпускает дополнительные купюры, пытаясь скрыть экономические проблемы. Но эксперты уверены, новые банкноты негативного влияния на денежную систему не окажут. Сегодня у нас экономики денег не хватает. И если даже это будут дополнительные деньги, то это не будет отрицательно сказываться, это будет положительно сказываться. А если это просто деньги, которые будут в каких-то других номинальных цифрах убирать, а это добавлять, она вообще ничего не меняет. Так что тут переживать нечем. Я думаю, что у руководства страны есть понимание, что сегодня учителям не доплачивают, врачам не доплачивают, пенсионерам не доплачивают. Им нужно доплатить. И для этого нужны дополнительные деньги. Если это связано с эмиссией, и эта эмиссия сегодня, в сегодняшней ситуации, она только будет играть положительную роль. Потому что у нас сегодня зависимость от импорта, продовольственная зависимость, очень незначительная. При выпуске уникальных номиналов использованы элементы с более выпуклым рельефом для слабовидящих граждан, а также учтены тенденции современного дизайна. Однако некоторые сразу заметили, что они похожи на евро. Нашлись те, кто сравнил купюры с фантиками и подметил их несерьезный вид. Впрочем, в банкнот появились и поклонники. Тот продукт, который получился, можно без малейших сомнений назвать инновационным. Достаточно упомянуть только, что только госзнаковских патентов было использовано при изготовлении этих двух банкнот 15. Не считая тех решений, которые используют наши коллеги во всем мире, мы выбирали самые лучшие, самые современные решения в сфере банкнотной индустрии. Аркадий Тарачук рассказал, что новые купюры имеют пластиковую пропитку. Они дороже старых, примерно на 20%, но более долговечны. Скоро в стране появится еще одна новая банкнота. Она будет посвящена чемпионату мира по футболу и будет полностью пластиковой, заявили в Центробанке. Гамзат Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бигбарзов. Новости 24. Глава Гидромедцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, какой будет погода в стране предстоящей зимой. По словам Вильфанда, будут умеренные холода. Ожидается, что температура воздуха на большей части страны останется в пределах нормы, либо чуть выше этого показателя. Также специалист призвал россиян не верить сообщениям о том, что этой зимой ожидаются сильные морозы, так как прогноз экстремальной погоды нельзя сделать на такой большой период. К слову, средние показатели температуры воздуха в Москве для декабря составляют минус 6,1 градуса, а для января минус 9,3 градуса. О спорте. Дагестанские спортсмены готовятся к чемпионату по плаванию. Он пройдет уже в начале ноября. В заключительные недели перед главными соревнованиями в Махачкале проходят самые усиленные тренировки. Как наставники мотивируют атлетов на победу, узнавала Лориана Шамхалаева. Каждый получает занятие, начиная с локадами работать. Как банд, два комплекса. Теперь три комплекса. Всего несколько недель до чемпионата Дагестана известно, что блестящее выступление пловцов зависит от профессионализма тренера. Бутерфляй, брас, кроль. Как осваивать новую технику, закаляя боевой дух и стремясь к победе. Учит подопечных Расул из Багиев. Он тренирует детей более пяти лет и отмечает секрет успеха этой дисциплины. Слово учителя для ученика – это закон. Он сказал, ты идешь и плаваешь. Несколько раз в неделю у нас бывает между ребятами заплывы. Лишь имея соперника, спортсмен становится сильнее, выносливее. По словам шестикратного чемпиона Дагестана по плаванию среди юниоров Нажмудина Шарапуддинова, победа пловца зависит от четкого чередования нагрузок и отдыха. Сейчас особо много плавать не надо, лучше над техникой больше работать, чтобы технику улучшить. Если проиграл, ничего страшного, в следующий раз выиграешь. В предсоревновательный период организм любого спортсмена требует витаминов. Здоровая диета, насыщенная фруктами и овощами, еще пловец дополнительно может принимать, например, тямин и пить достаточное количество жидкости. Для спортсмена важна вода не только, которую он пьет, но и та, в которой тренируется. Пловцы уделяют огромное внимание температуре в бассейне. Она должна быть не более 27 градусов, так как горячая вода слишком расслабляет мышцы. Участие в соревнованиях, конечно, прежде всего испытание физической выносливости и навыков. Но важно настроиться и психологически. Перед заплывом атлеты получают дополнительные советы от любимого тренера и проверяют экипировку. Если очки на бок, я плыву, плыву, плыву. И вот так, когда выхожу, вдох беру, быстро их вот так воду смываю и одеваю быстро, чтобы они уже были нормально. А лучше не теряться, не останавливаться, а дальше, даже если ничего не видишь. Чемпионат Дагестана по плаванию пройдет в столице в начале ноября. Победа на республиканских соревнованиях – это билет для спортсменов на состязания федерального масштаба. Ларианна Шемхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Ну и курс валюты на завтра. Доллар 57 рублей 27 копеек, евро 67 рублей 35 копеек. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова